У микрофона Владимир Сметанин. Добрый день. Здравствуйте. Гость особого мнения. Сегодня, на мой взгляд, человек, который может считаться одним из самых компетентных спикеров в области экономики, бизнеса, биотехнологии и так далее. Валерий Турува. Валерий Николаевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, президент некоммерческого партнерства, биотехнологический кластер Кировской области, руководитель регионального отделения Ротфронт, ну и так далее. Да. Здравствуйте. Добрый день. Новый год на носу, но, честно признаться, Валерий Николаевич, ой, как невесело, ой, как невесело, потому что 1 января принесет нам массу новых забот, повышение МДС, пенсионный возраст и еще прочие другие документы. Вот на ваш взгляд, вот чтобы сейчас договориться на берегу, что называется, да, будет только хуже. Ну, я... На что рассчитываются? Нет, я думаю, что, вот, Володь, помните, какая-то такая сбитая фраза была, пессимист, оптимист и кто это такие, да, и есть... Кто такой реалист еще? Да. Ну, реалист – это как раз оптимист. Оптимист говорит следующим образом, что сегодня плохо, а завтра будет еще хуже. И при этом не расстраивается, а говорит, теперь я знаю, что будет хуже, и сегодня я должен сделать все для того, чтобы это хуже не наступило. То есть это некая проблема, которую необходимо преодолевать. Ну, на мой взгляд, это грамотно. И в этом отношении есть еще другая фраза, чем отличается, скажем, умный человек от мудрого человека, или мудрый от умного. Умный всегда найдет выход из трудного положения, а мудрый, он не попадет в такое положение, с которым надо искать выход. Следовательно, вопрос, о котором вы сейчас задали, он носит такой философский характер, но жизненный характер, что для того, чтобы дальше жили мы лучше, необходимо проявлять элементы мудрости. То есть не хероизма? Конечно, конечно. И вот вы мне перед началом эфира там задавали, Валерий Николаевич, я не понимаю, зачем там до 15-го года нам какие-то планы рисовать. Или до 35-го года, там, на 15 лет, да, к примеру. А для меня это абсолютно понятно, это правильный путь, мы должны увидеть будущее. И это будущее, если для нас видится, есть некие закономерности, тенденции, в соответствии с этим формируются приоритеты. Эти приоритеты объявляются государством, как государственный заказ для того, кто хочет дальше чего-то делать и развиваться. Нам все равно не миновать тех вещей. Вопрос только будет заключаться, войдем мы в шестой экономический уклад, или не войдем. Не войдем, значит, будем на обочине с заревым приладком. Войдем, значит, будем одним из лидеров в развитии своей территории, в развитии России и так далее. Не на словах, а на деле. Поэтому вот эти приоритеты определяются, и в рамках этих приоритетов проявляется уже мудрость, да. Мы уже начинаем соответствующим образом стимулировать те бизнесы, те деятельности, которые соответствуют этим приоритетам. На мой взгляд, это правильно и грамотно, и если цели поставлены действительно, повысить эффективность жизни наших людей, тогда это все верно. Другое дело, вот опять же, много шума сейчас идет вокруг представленной Минэком нашим, Минэкономики Кряжевой, Наталья Михайловна, проект, программы. Стратегии, да. Я поясню, секунду дайте мне, я поясню, почему прозвучала цифра в 2035, потому что именно это у нас цель, которая обрисовывается в новой стратегии социально-экономического развития. Окончание перехода в шестой экономический уклад. Да, действующая стратегия, она у нас рассчитана до 2020 года, она принималась ровно 10 лет назад, летом 2008 года. Участник этого процесса. Безусловно, безусловно, да. Пока, насколько я понимаю, в открытом доступе этой стратегии нет до 2035 года, но если читать действующую стратегию, ну это прям вот, ну извините, как сказка на ночь, да, согласно которой, зарплата средняя у нас в регионе должна быть на уровне 90 тысяч. К сегодняшнему дню. А, к сегодняшнему дню. Ну конечно. Рост промышленного производства в регионе, рост эффективности труда и так далее и тому подобное. Вот отсюда-то и мой скепсис. Зачем мы это все пишем, если мы этого не добиваемся? Наталья Михайловна, она тоже доложила, но если проявлять элементы не ума, а мудрости, то становится понятно, что те предложенные цифры, которые прозвучали, они не что иное, как формируют некую стагнацию, стабилизацию ситуации. Учитывая, что 4% официально объявленной инфляции, если вы посчитаете, какой должен быть объем соответствующий всего происходящего, да, то в денежном выражении с нами-то разговаривают не в приведенных цифрах, не в сегодняшних, а в завтрашних цифрах. Они по инфляции будут, по сути, то же самое, что сегодняшний день. Конечно, никуда мы не шагнем. Или если вы возьмете там рост внутреннего регионального продукта, ВРП, то есть экономический показатель, рост 1,5%, ежегодный рост, это есть необходимые ресурсы для обслуживания стагнационного состояния. То есть того уровня, который... Четко научно выверенный процесс. Да, 1,5% это увеличение на то, чтобы поддерживать состояние стагнации. Свою жизнеспособность. Да, 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 да. В том состоянии... Да, 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 да. Стабилизацию поддерживать. 1,5%. Умножьте, пожалуйста, на все годы, сколько должно быть увеличение нашего ВРП. 1,5% умножаем на 15%. Да, те же самые 25% получаются. Понимаете, да? Вот о чем идет речь. Поэтому меня-то волнует, что вот эти статистические цифры, они не подтверждены экономическим смыслом. Наша-то задача развивать реальный сектор экономики, а потом уже все делить. А у нас опять отсутствуют реальные основы для того, чтобы развивать именно производственные процессы, увеличивать число рабочих мест. Я не один раз уже говорил о том, что показатели экономики, они должны характеризоваться. Путин, кстати, не один раз на это обращал внимание. Другое дело, что этим игнореют те же самые сканы 12 национальных проектов, которые объявлены, там, 24 указ президента. Дело-то хорошее. Другое дело, во что это выльется? Мы же помним на сегодняшний день, во что вылились нацпроекты тогда еще, в начале 2000-х годов. Нулевые, которые, да. Да, 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 в 2000-х годах в начале. А вылились то, что практически все, кто вошел в эти проекты, они обанкрочены, либо у них отжали бизнес. Все. И здесь объявляется опять 12. Ну, хорошее дело. Хорошо, давайте. А посмотрим, что у нас там до 24-го года мы нарисовали с вами у себя. До 24-го, вы имеете в виду? Да, до окончания. Да, да, да. До окончания. А что у нас? Ну, хорошо. Выполнили финансовые показатели по бюджету в отношении того, что там те поставленные задачи по профициту, которую Минфин поставил. Ну, сказали, хорошо, вы выполнили задачу, вот вам там сколько, 4 или 5 миллиардов, нате держите. Ребята, это же не дело. Потому что профицит – это гибельный показатель для экономики. Никто об этом не задумывается, но это гибельный показатель. Должен быть дефицит. То есть, учитывая заторможенность оборотки, то, следовательно, невозвратность денег, оно и определяет определенную часть, одну двенадцатую часть, как минимум, должно быть. Это то, что подстегивает. Да, 10% – это нормальный процент, это свидетельство процент, что мы находимся в развитии и в движении. То есть, дефицит, поэтому и определен, предельный показатель – 10%. Это приемлемый показатель. Ну, нам-то говорят, мы профицит сделали больше 10%, там 12% профицита. Стоп, ребята, 12% – это что у нас, пассивы? Мы загоняем деньги, вместо того, чтобы развивать экономику, мы ее что, начинаем тормозить искусственно? И при этом радуемся тому, что мы будем тормозить. Вот эти вот перевернутые схемы, которые звучат вроде бы красиво, а в действительности по своему содержанию, очень губительны для нашей Кировской области. И в данном вопросе у меня уже складывается впечатление. Если, когда Белых там приходил и говорил, что мы вот должны поставить так экономику, чтобы укропнение сделать регионов, присоединение Кировской области либо к Пермскому краю, либо к Нижегородской области, тогда… Коми там еще обсуждалось. Ну, звучало именно эти. Коми, потому что сами они слабаки в этом отношении. А вот сильные регионы – это Нижегород. И тогда мы сразу поставили точку над ИИ и сказали, Никита Юрьевич, если еще раз скажете об этом, мы поставим вопрос о несоответствии вас своей должности. Мы должны… Вы здесь губернатор не для того, чтобы ликвидировать Кировскую область. Сегодня заувалированно звучит именно такая тема, что надо ликвидировать Кировскую область. Она несостоятельна, она не в состоянии что-то делать и так далее. Нужны какие-то коренные, понятные, прозрачные механизмы, которые свидетельствуют о том, что если мы их будем использовать, будет и развитие. Вы же не случайно вернулись к программе до 2020 года. До 2020 года, до нынешней стратегии. Да, до нынешней стратегии. Потому что настал момент подвести итоги. А что это такое? И что мы сделали? А она провалена? Тогда вопрос. Если мы не видим сегодня механизмов дальнейшего развития, понятных для всех, то ваш скепсис становится абсолютно понятным. И он уже не скепсис, а это уже убеждение, что этого не будет, что это получается обман. Вот это очень страшная вещь, Володя. Очень страшная вещь. А если переложить это всё на простой язык, на котором общаются наши земляки, население, это что значит для людей? Они не смогут покупать более дорогие вещи, они не смогут покупать более качественную пищу. Не на дорогих. Потому что вот это дорогие вещи, это относительный показатель. Мы должны говорить о реальных доходах населения. Потому что это тоже экономисты умалчивают, что является доходом. Доходом являются четыре показателя национального дохода. Это прибыль, заработная плата, земельная рента и банковский процент. Всё. Вот четыре. Четыре показателя доходности, которые выражаются не в деньгах, а в натурально-вещественной форме. Исследователи, показатели должны быть не денежные, а показатели должны быть в штуках, в километрах. То есть, употреблённых благ, услуг и так далее и тому подобное. Да, да. То есть, то, что реальный доход. Вот это называется реальный доход. В приведённых показателях цен. А мы по ценам можем показать тебе, о, какое увеличилось наше благосостояние в сравнении с предыдущим по сумме цен. Это опять игры. Вот эти вот хитрые уловки. И нам сегодня говорят, уровень жизни населения повысился на 20%. А население по своему желудку и по карманам чувствует, что оно упало на 20%. И говорят, ребята, да, да. Что ж вы мне рассказываете, лапшу на уши вешаете, что я стал жить лучше. Или говорят, у нас автоматизированное здравоохранение на 100%. Ну, зайдите в это автоматизированное здравоохранение и попадите, пожалуйста, к специалисту. Вас запишут по этому автоматизированной системе через полтора месяца. А дальше либо выживешь и нафиг он тебе нужен, либо умрёшь. Поэтому идут сегодня к вздохе. Нет человека, нет проблемы. Да, ну получается так. Но, ребята, а по формальному признаку, да, автоматизировано и так далее, рабочие места большинства у врачей организованы. Мы какими-то формальными элементами пользуемся и считаем, что мы дали услугу. А доступность высокотехнологичного здравоохранения, она остаётся под вопросом. И если 5-10% населения смогут добиться вот этой высокотехнологичной помощи, это хорошо. А в действительности не случайно все каналы на сегодняшний день объявляют «Собираем на ребёнка, собираем на лечение кого-то и так далее». Помогите. Нонсенс. Такие деньги выделяются на здравоохранение, да? А мы не можем решить вопросы, которые с бедных собирают на то, чтобы мы могли сделать там операцию, вылечить, сохранить и так далее. Ну, Володь, ну это можно назвать нормальным состоянием. Да, ну это же нельзя назвать нормальным состоянием. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Валерий Турулов, студия Особого мнения. Про стратегию ещё предлагаю поговорить дальше. И хочется услышать оценку ту, которую вы даёте месту малого и среднего бизнеса в этой стратегии, да? Хорошо. Поговорить через полминут. Итак, малое и среднее предпринимательство, да, в концепции до 2035 года число малых и средних предприятий должно вырасти у нас на 20%, а число занятых там людей на 12%. Вот такой параметр. Ну, я думаю, что здесь вопрос очень такой серьёзный, и вы правильно сказали. Я, ну, последние 10 лет был внутри малого и среднего бизнеса, и всю эту раскладку чувствовал и воевал за то, чтобы создавались условия для их развития благоприятные. Но, к сожалению, большинство предпринимателей сделали для себя вывод, если бы знали, с чем они столкнутся, они никогда бы не пошли в малый бизнес. То есть это обдираловка, обманы и так далее, и тому подобное. Многие пришли, увидев это, и ушли. Да, совершенно правильно. Но будет ли выполнено вот эти 25%? Я убеждён, что будут выполнены. И сейчас объясню, почему. Потому что на сегодняшний день приравнивается к малому бизнесу, микробизнесу, в том числе и самозанятые. То есть все бабушки, которые работают в городах. И о которых мы говорим часто в последнее время, что их там тоже собираются. Да, да, они будут обозначены как малый бизнес, учитывая, что они чего-то там зарабатывают, чего-то создают реальный доход в виде картошки, огульцов, помидоров и так далее. Поэтому это бизнес, его необходимо обложить налогом. Вот это вот страшная вещь. Ну, там 4-6%, да, 4-6%. Ну, сделаны какие-то обходные пути, но тебе надо будет по нашему конституционному праву, ты должен ещё доказать, что ты имеешь право. А тебе по формальному признаку, вот сейчас же многие делают, уже КХ, энергетики, они просто фиктивные тебе квитанции отправляют. Если ты возмутился, разбираться будешь полгода, они скажут, ошиблись, да. А не возмутился, проплатил. То есть идёт страшное дело тоже в этом отношении. И как с этим бороться, ну, просто невозможно. А ну, личным образом и здесь будет. Зафиксировали, заактировали, запротоколировали, что занимается деятельностью, обложили налогом в среде по статистическому показателю и всё. На мой взгляд, честнее, пусть негуманно, но честнее поступают в Испанию, где налог один существует на жизнь. На жизнь? Да, на жизнь. То есть ты год прожил, значит, ты имел, для того, чтобы выжить, ты должен был минимальный ресурс какой-то иметь. Значит, он у тебя какой-то появился, вот заплати там определённый процент. Вот и всё. Интересно. Ты работаешь, ты не работаешь, ты живёшь, вот он, минимальный доход тебе посчитали. Но мне кажется, это честнее хотя бы. Это честнее, я спланирую, я чётко понимаю, что мне придётся это платить. И здесь даже нет вопросов. У меня альтернатива появляется, либо работай, либо не работай. Но ты же живой, ты существуешь, значит, ты имеешь доход. И не надо говорить о том, привлечь там из тени, изъять и так далее, и там подобное. Возьмите, пожалуйста, это же самое 2-процентное увеличение НДС из первой. А Медведев уже говорит, ёлки-палки, эти 2% выливаются в полтора раза, надо повышать ЖКХ. Вопрос возникает. Какого хрена вы тогда вводили эти 2%, если дальше такие последствия? Вы что, специально взрываете ситуацию, что ли? Это что, государственный подход? Вот, поэтому, когда мы говорим о малом-среднем бизнесе, то главнейшим элементом является создание вот этих достаточности условий, прозрачных, нормальных условий для бизнеса. Чтобы не получалось таким образом, когда необходимо развивать, мы им пообещали, и вроде бы дали какие-то льготы и так далее, и тому подобное. А когда мы выполнили эту задачу, дальше начинаем изменять правила игры. То есть правила игры должны не меняться. А они меняются. Возьмите те же киоскёров и ларёчников знаменитых. В своё время там в начале 2000-х Киселёв призывал, ребята, придите, остановки, да, остановки, да, нам надо и бюджет наполнять, и у нас в бюджете нет денег на транспортную проблему. Возьмите на себя остановки и так далее, павильоны взяли. А чем это закончилось? А дальше сказали, вы свою задачу выполнили, ребят, пошли его нахрен. И всё, и начали давить повышением налогов, цены на землю и так далее, и тому подобное. Ведь возьмите любого предпринимателя, который на сегодняшний день имеет намерение установить свой какой-то объект. Он не установит, потому что по земельному кодексу отвезти земельный участок, отмежевать его практически невозможно. По земельному кодексу. Это целая проблема. Как придумала наша городская администрация? А давайте мы будем не землю давать в аренду, а торговые места. Воздух. Землю мы не отдаем. Она как была? Пространство. И установим аренду такую же, как на землю, которая по земельному кодексу рассчитывает. То есть не землю они дают в аренду, а вот дают место какое-то, условное такое, виртуальное место. И за это берут налоги. А какие налоги еще? Володя, какие налоги сумасшедшие? Они еще не становятся. Да. Валерий Николаевич, а... Поэтому я прошу извинения, чтобы точку поставить над этим вопросом. Вот если вот эти изощрения будут непрозрачные, использоваться нашими властными структурами, которые должны заниматься созданием благоприятных условий для дела, бизнес это дело, да? Тогда и предприниматели будут честно и нормально работать. Валерий Николаевич, а поясните мне, а вообще, в принципе, государство, почему оно таким прогнозированием занимается? Да, вот на 20% у нас должно подрасти число малых и средних предприятий. На мой взгляд, заниматься или не заниматься предпринимательством, это право абсолютно свободного выбора человека. Хочу занимаюсь, хочу не занимаюсь. Ну, вы что там планируете себе? Я вас понял. Вот смотрите, тенденция такова, когда цифровая экономика, она идёт, цифровая экономика, то количество рабочих мест у нас будет уменьшаться. Это роботизация, автоматизация и так далее. Восвобождение. Да, высвобождение. И появляется целый слой прекариата. Не пролетариата, а прекариата. То есть, по компетенциям, уровня знания люди подготовлены, закончили институты, техникумы, колледжи, школы, получили специальное образование, но им нет рабочих мест. И они находятся в отстойнике, эти люди. И, следовательно, использование этих людей, оно теперь будет не в виде того, как раньше была там наёмная рабочая сила, а в виде создания неких аутсорсинговых компаний, которые имеют вот этот пул безработных, но высокоинтеллектуально квалифицированных кадров, подготовленных. И в данном отношении там взяли и наняли на работу. Остальные сидят на минималке, содержании и так далее. Следовательно, что же мы наблюдаем? Сфера услуг становится той областью, где мы можем обеспечить рабочими местами людей. Не в сфере реального сектора экономики, а в сфере услуг. Ну и, конечно, сельское хозяйство, где мы всё равно от ручного труда не уйдём. Какую бы мы механизацию там ни делали, всё равно, какой там мы и дойки и так далее, всё равно там от ручного труда мы не уйдём. Да, количество уменьшится, но каждое рабочее место в сельском хозяйстве, оно даёт до 10 рабочих мест в сфере производства. По цепочке не менее 10 рабочих мест. Следовательно, эта тема, но она опять, если судить по нашему региону, в этом году провалена, потому что сегодня животноводство провалилось и в убыток ушло. То есть сейчас начнёт свёртываться. Поэтому говорить о том, как мы вырулим эту ситуацию, ну, мы вначале и сказали, есть ум, надо проявлять мудрость, не изощряться там какими-то подменами. Но тогда, я думаю, что всё станет у нас на место. Но без помощи населения людей с этой задачей не справиться. А это уже другая система отношений. Это совершенно другая система отношений. А следовательно, вопрос мы должны чётко понимать, что основой является развитие экономики, это реальный сектор экономики. Дальше, обслуживающая эта сфера услуг, социальная сфера, всё остальное. Но социальная сфера, она должна работать на повышение эффективности, опять же, реального сектора экономики. Замкнутая. Да, 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 да. Не разделена, да, совершенно... Но это другая система отношений. Ведь кластер, он именно на это нацелен. На кластеризация, когда мы говорим, там, скажем... То есть технологические выявления. Не только, любой кластер. Любой кластер. А сама система. Да, это система, которая внутри замкнутые цепочки делает. От начала там производства сырья и заканчивая потреблением, это всё является единой технологической цепочкой. Вот к чему мы вынуждены будем прийти. И обязаны будем прийти. Иначе мы не выживем. Иначе всё кибец будет. А вы про население вот вчера да, сказали. А тут какие могут быть негативные факторы? Ну, их, по-моему, конечно же много. Ну, вот... В отсутствии убыль, я имею в виду, вот эти наши проблемы. Ну, если бы обратили внимание, Кировская область опять у нас упала превышение смертности над рождаемостью. И как не пытаются там статисты вывести эту ситуацию в положительный баланс, ничего пока не получается. При условии того, что мы генерируем идею о том, что Кировская область находится в стадии развития. Ну, главным экономическим показателем это является, конечно, демография. Со всеми её рождаемость, смертность, продолжительность жизни. Это уже второй, это второй показатель. Это рост и развитие реального сектора, реального уровня жизни. Реального, не номинального в виде денежного выражения. Не, я в Москве сейчас в категории биологического мира, когда популяция, соответственно, увеличивается. Конечно, да, и продолжительность жизни увеличивается. Всё, вот это главный показатель. И третий показатель, это число рабочих мест, увеличение числа рабочих мест, источники дохода. Вот это три основных показателя. А всё остальное от лукавого. Это всё от лукавого. Но если так, тогда мы в этой системе отношений должны изменить и роли места каждого населённого пункта. Есть такое понятие расселение населения. Расселение населения. Это не переселение. Как сегодня тенденция сбор в населённые пункты крупные, вот это, сёла закрываются, деревни закрываются. И получается, что вот эти населённые пункты теперь превращаются в механизмы утилизации людей. И не более того, отстойники. Резервации. Резервации. А это же правда. Это резервации. То есть все населённые пункты превращаются в некие отстойники, резервации, где там на уровне выживания, ну как животные, как собака, да, дали тебе будку, дали тебе миску еды и цепь тебе накинули. Спустить тебя с цепи или не спустить, это мы ещё посмотрим. Вот это очень страшная вещь. А расселение, это вот я живу, скажем, один в лесу, и теперь государство и всё общество заботятся, чтобы мне там было комфортно жить, чтобы у меня была вся инфраструктура, а следовательно я эффективно начну эксплуатировать вот эти все ресурсы, которые там есть. Да, это моё пространство, это свобода, это настоящая свобода труда, свобода развития, свобода жизни. Вот оно что. Но при этом эффективность, учитывая, что это мотивационный уже аспект, эффективность, результативность моей жизни повышается в разы. В разы! И вот чем мы должны заниматься. Не говорите о том, как мне обслужить деревню, в которой три старика живёт. Давайте мы её закроем, пересели бы, закроем деревню, и проблема решена. Нет, это утилизация людей. А если мы говорим, там три человека живёт, и нам надо теперь создать условия для того, чтобы там эффективно можно было жить, так и дети туда вернутся. Потому что в городе жить... Но уезжать не будут. Да не будут уезжать. У меня есть радио, у меня есть телевидение, у меня есть связь, у меня коммуникация есть. Если необходимо съездить, транспортные коммуникации существуют. Я проехал, там два часа мне в городе пошарахаться, и я устал, да не могу. И я поехал, опять занялся делом. Поэтому вопрос-то такой, знаешь, интересный. Вывод-то очень печальный. Мы должны разобраться, а есть ли у нас вообще экономика? И мы вынуждены сказать, её нету. Потому что даже рыночная экономика, она предполагает работу рыночных законов. А для того, чтобы рыночные законы работали, им надо создать условия. Если не создашь условия, они работать не будут. Следовательно, экономики-то у нас нету. Вот печальный вывод. То есть понимание, в котором бы хотелось, чтобы... Да, почему в законодательном собрании, скажем, нету комитета по экономическому развитию? Нету. Нету. Я был последний из БАИКа. Ликвидировали. Ликвидировали. Нету. Вот почему, скажем, сегодня Министерство экономического развития Кировской области находится в достаточно жёстких условиях, потому что никто не считает, что это важный аспект. А это аспект штабного характера, консолидирующего характера, управленческого характера. Это своего рода надстройка над всеми ведомствами, которые управлять должны этими процессами. А поглядите, пожалуйста, а у нас это есть или нет? Ведь высококомпетентный на сегодня человек, скажем, у нас возглавляет Министерство экономического развития. Наталья Кряжева, да. А как ей справиться с этой ситуацией, я думаю, очень-очень сложно. Потому что на неё смотрят как на ненужный элемент. Не на организующий элемент, а какой-то там, вот там требует какие-то эффективности показателей. Ведь у меня был опыт такой, когда, скажем, мы заслушивали там Министерство сельского хозяйства по повышению эффективности их деятельности. Вот они мне начали там рассказывать, сколько голов коров, сколько овец, там все эти... Какая прибавка, да? Да, численность голов. Я говорю, подождите, ребята, я вас спрашиваю не о развитии сельского хозяйства, а я вас спрашиваю о эффективности работы сельского хозяйства. Вот вам вложили миллиард, а сколько вы отдачу дали? Какова эффективность? Вы работаете с убытком или нет? И когда вы вернёте этот миллиард? Да, он вам вложен как сгенерирован, типа как бонусы дан. Но он-то дан для того, чтобы вы его потом отработали и отбили, развивали, эффективность каждого рубля показывали. Вы что тут нас учите жизни? Мы работаем. Да, мы же работаем, мы количество голов-то увеличили. Понимаете? На дое увеличили. Я говорю, а как это экономически? Может быть, не надо увеличивать? Напара на рекламу небольшое прерываться. Полтора минуты она продлится. Валерий Турула. Это ваше особое мнение. Продолжим очень скоро. Продолжение нашего разговора. Остается немного совсем, 7 минут. Чётко основные моменты, связанные с бюджетом нашего региона на 2019 год. Валерий Николаевич, попрошу вас озвучить. Например, представитель фракции КПРФ Анатолий Михайлович Юрин сказал в нашем эфире, почему он голосовал против этого проекта бюджета. Потому что, цитирую, бюджет по объему должен быть гораздо больше. Он должен опираться не только на сборы с населением. Он должен опираться на те налоги, которые платит нам компания. Ну и я там дальше уже пропускаю. В общем, это бюджет у нас опять неразвития, а стагнации и выживания. Что-то я слышал уже эти много раз. Да. Такую термологию. Да, да, да. В прошлые годы. Да, и в прошлые годы, да и сегодня мы в ходе передачи уже не раз упоминали подобное. Понимали о том, что у нас неразвитие. Да, неразвитие, а стагнация это в лучшем случае. И профицит губителем. Да, профицит, да, губителем. Поэтому частично мы, наверное, коснулись уже этой темы. В моем понимании существенных изменений по содержанию бюджета нет. Опять продиктованы рамки Минфином Российской Федерации. Федеральное соглашение. Да, федеральное соглашение. Иначе бы мы не получили софинансирование. И когда мы показали, я уже не помню, 22 или 25% собственных средств в этом бюджете, ну, около 30, наверное, да, то этот показатель, он сразу занизился после... Ну, это же тоже опять вот такие циферки, когда добавили там еще 5 миллиардов, этот показатель у нас опять вернулся на прежние показатели. Ведь основой бюджета является не возможность получения из федерального бюджета средств, а самим формировать свой бюджет. И вообще система, она так заведена, что основные отчисления мы делаем в федеральный бюджет, свои же отчисления. И потом выпрашиваем, дайте нам наши же деньги. И здесь уже вступают вот эти управленческие механизмы Минфина и говорят, мы вам дадим, не все, но часть денег, но при условии, что вы выполните правила игры. И вот эти вот правила игры, они опять относятся к тому, что бюджет неразвития, как мы говорим, и в этом отношении Анатолий Михайлович абсолютно прав. Это бюджет даже не выживания, а это ликвидационный бюджет. Опять мы возвращаемся. Да, это ликвидационный бюджет, да, потому что будет дальше сворачиваться реальный сектор экономики, то есть сжиматься опять будет. Никаких перспектив для малого бизнеса я не вижу. Должны быть соответствующие механизмы, вложенные в бюджет для развития малого бизнеса. Там практически опять никаких денег не вводится. Я бы согласился, может быть, со всеми этими ситуациями, если бы вкладывались в какие-то приоритетные направления деньги, там инновационные деньги, инновационные, ну те же самые биотехнологии. Мы же провозгласили, еще в 2015 году при Белых, что фишкой Кировской области по всем показателям ресурсным может являться построение биоэкономики. То есть везде звучит, что там к 35-му году должна появиться новая экономика, а мы говорим, что как разновидность новой экономики, это биоэкономика, это могло быть нашей фишкой. Тогда забыли этот термин, я пытался его, как концептуальную вещь, фишку развития Кировской области преподнести Васильеву, но не обратили на это внимания. Сегодня мы доложили эту вещь для первого заместителя, он исполнял тогда обязанности... Александр Анатольевич? Да, да, да. Обязанности губернатора. Он услышал, его очень заинтересовала идея биоэкономики. И вот если бы мы подготовили такую программу и сказали, а вот часть средств мы пускаем на развитие биоэкономики, делать прорывные какие-то вещи, не в виде там, нано-лек это хорошее предприятие и так далее, но по большому счёту, что дальше будет, я ещё не знаю, а пока мы работаем с субстанциями из-за рубежа. То есть собственных субстанций нет, упаковываем в таблетку и красивую упаковку делаем и принимаем. Поэтому это не то, что надо Российской Федерации. Российской Федерации нужен весь замкнутый цикл, как положено. Поэтому, когда мы говорим о бюджете, то там должна быть строка или целый раздел, связанный с развитием прорывных технологий, которые дальше можно масштабировать, масштабировать, тиражировать. Совершенно правильно. Вот это вот при всём недостатке, когда Носков формировал бюджет, он отвечал у белых за это направление, при всех недостатках, но они всё же пытались рассмотреть оптимистичный, пессимистичный и инновационный характер развития экономики. То есть вариант инновационного характера развития, потому что без этого никак не сделать. Мы же опять все инновации закопали, нигде мы не видим своего потенциала, хотя вот заказы поступают из других регионов на наши инновации, а в нашем регионе на это не обращают внимания. Ну вот, правда, сейчас мы по теме мёда, помните, мы её поднимали не один раз. Да, и вы даже угостили мёдом. Спасибо большое. Мы заканчиваем тему по старту один, разработка новых продуктов, ингредиентов для продуктов питания, сбалансированного здорового питания человека. Мне кажется, это успешно, но самое большое достижение, что мы продвинулись, позиционировали бренд, вятский мёд и биокиров. Это репутационные такие значки, и когда мы были на мировой выставке в Москве «Мировые продукты питания», международная выставка, то многие подходили, говорят, вот это вот репутационная вещь, вы правильным путём идёте. И вот в 16.30 будем встречаться, как дальше развивать нам эту тематику. Сегодня? Да, в 16.30 в Минсельхозе эту тематику и каким образом продвигать. Вчера мы написали письмо Сечину. В какой поддержке вы нуждаетесь вот сейчас? Да здесь нужна больше организационная и политическая поддержка. Административно? Да, да, да. Наведение мостов, наведение... Да, здесь мои ресурсы уже всё иссякли. Я сколько мог сделал, там несколько миллионов мы вложили в продвижение, в позиционирование бренда. А теперь надо подключение губернатора к этому вопросу. Он лично должен теперь это продвигать. Вот вчера мы Сечину написали письмо, и в нём пишем, что нефтяники – это серьёзная вещь для экономики Российской Федерации, и мы считаем, что нефтяники должны получить качественный продукт, который должен поддерживать их здоровье и так далее. Мы предложили заключить им с ними соглашение на разработку программы «Мёд для нефтянников». И мы готовы по этой программе поработать на поставку, скажем, 200 тонн для нефтянников. И обратите внимание, не в виде продажи, а это B2B. Мы для их бизнеса готовы произвести продукт. Это не розничная продажа. Разработать целую программу по оздоровлению – на мой взгляд, это правильный путь. Потому что более ценного продукта сегодня мы не можем пока иметь. Но задача-то заключается, если мы этим путём пойдём, дальше позиционировать уже пчеловодство как системообразующую отрасль агропромышленного комплекса, а это выводит уже на другие технологии производства молока, мяса, зерна и так далее. Потому что пчела, она ориентируется на экологическую чистоту производства продукта. А значит, чистое мясо, чистое молоко, здоровое питание и так далее. То есть цепочка вся идёт. Вот мы считаем, чем надо сегодня заниматься. Больших затрат это не требует. Понимаете, Володя? Ну что ж, удача. Лишь бы лично у господина Сечина одно место не слепляет. Ну, здесь мы морально и этически честны. И мы не в виде заработка чего-то пытаемся. Хотя это тоже имеет место быть, но это попутно, как некий результат для тех же пчеловодов. А задача-то вообще-то заключается в том, чтобы миссионерская такая функция, чтобы Россия не беднела, а богатела, чтобы она обогатствовала людьми. Паргнозируется и геометрическая прогрессия нарастает. А люди это здоровье. Совершенно правильно. То есть мы пытаемся изменить вот этот вектор. На мой взгляд, это правильно. А люди всегда сделают то, что необходимо. Им только скажи, и они готовы что угодно сделать. И потянуть поясок, и объявить это как отечественная война, борьба с бедностью и с нищетой. Да, отечественная война против бедности и нищеты. Валерий Туровов, спасибо большое. Особое мнение заканчивается. До свидания. До свидания.